Десант может и без парашюта. Сегодня в Джигутинском районе спасатели МЧС России провели очередную тренировку из вертолета Ми-8. Что сложно в таких учениях и насколько они важны, смотрите репортаж Альбины Ламковой с высоты птичьего полета. Есть режим авторотации. С помощью него можно спокойно посадить воздушное судно на землю, даже когда у него отключатся два его двигателя. Сейчас восемь спасателей должны выполнить четкий алгоритм действий. Учитывается каждая секунда. Очередная тренировка по беспарашютному десантированию с вертолета на высоте 20-30 метров состоялась на открытой местности у Джигутинского района. Спуск производился с борта Ми-8, звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. В учениях участвуют 18 человек. Их разделили на две команды по восемь спасателей. Каждый из них стремится к повышению профессиональной подготовки, а также совершенствованию технологий спасения в труднодоступной местности горного рельефа. Такого, как и в нашей республике. Одним из самых, наверное, главных факторов результативности проведения любой спасательной операции, безусловно, является время. Время с момента получения травмы потенциальным пострадавшим и промежуток времени до того момента, как ему будет оказана первая, ну а потом уже впоследствии врачебная помощь. Десантирование при зависании вертолета – одна из сложнейших задач, отметил Андрей Мозгов. В такой ситуации требуется слаженность действий экипажа воздушного судна и спасателей. В горной местности сложно ли удержать высоту вертолета? Ну, сложность заключается в том, что в горах всегда ветер непредсказуемый, и он порывистый, и он может всегда довернуть, подвернуть какие-то нисходящие-восходящие потоки. Ну, конечно, да, одна из сложных самых этапов полета вертолета – это весеннее. Надо сказать, что не все ребята имеют навыки десантирования. Первоначальные упражнения спасатели отрабатывали на вышке территории отряда МЧС. На практике иначе, но спасатели спокойны. Нет, всё чётко, инструктаж пройден, всё помнится, всё нормально. Игорь Леденёв не разу участвовал в поисково-спасательных операциях, но воздушный спуск из вертолета отрабатывает впервые. Семь лет, ну, как бы опыта чуть набрался, и ко всему уже относишься как бы нормально. И такого уже нет, как поначалу, может, было какое-то волнение, когда только устроился. Мы тренируемся постоянно, все движения оточены до автоматизма, то есть здесь по-другому никак нельзя в нашей работе. Что самое главное при спасении человека? Самое главное – быть уверенным в себе. Каждый спасатель совершил по четыре спуска со специальным оборудованием и снаряжением. Новички и бывалые справились с заданием одинаково хорошо, поэтому все получили допуск по беспарашютному десантированию с вертолета. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести, Корчаево, Челькесия, Усть-Джигутинский район.